Добрый день, дорогие друзья! Мы на канале Едоки. Сегодня мы готовили котлетки из индейки. Вот польза мяса индейки перед вами. Котлетки из индейки с сырной начинкой, сыром и черносливом. Перед вами подробные ингредиенты. Начинаем мы с приготовления начинки. Чернослив мелко режем. Стараемся помельче. Перекладываем в глубокую миску. И заливаем кипятком. Накрываем крышечкой. И убираем. Хлеб в два кусочка заливаем горячим молоком. Тоже убираем. Одну головку лука. Постараемся порезать тоже помельче. Она пойдет у нас в фарш. Пересыпаем в миску. И тоже убираем пока. Фарш индейки добавляем. Нарезанный нами сейчас только лук. Одно яйцо. Масло сливочное. Чайную ложку. Хлебушек, который у нас был в молоке. Солим, перчим по вкусу. Смешиваем вилочкой. Вначале вилочкой, затем ложкой. Удобней. И добавляем стакан панировочных сухарей. Если хотите, чтобы фарш был не такой крутой, добавляйте половину стакана. Воду в черносливо сливаем. Такой мягкий он получился у нас. Сыр натираем на мелкой терке. Он пойдет у нас тоже в начинку. Пересыпаем его в чернослив. И смешиваем. Вилочки хорошо перемешиваем. Это наша начиночка для котлет. Теперь кляр готовим. Два яйца разбиваем. И смешиваем вилочкой. Это будет у нас кляр для котлеток. В сковороду наливаем масло и формируем котлетки. Вначале набираем фарш. Формируем лепешку. Круглую лепешку. Затем добавляем начинку. Скатываем в колобок. Обмакиваем в кляр. И в панировочные сухарики. Обваливаем хорошенечко. Формируем котлеточку и на сковороду. Поджариваем с двух сторон и с боков. Поджарилось, переворачиваем. Переворачиваем на бок. Все, котлетки наши готовы. Я покажу, что внутри. Разрежем. И видно нашу начинку. Наслаждайтесь. Доброго всем дня. До свидания.